Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и это очень важное видео, которое я выпускаю вне очереди. Что-то сумасшедшее только что произошло на графике Stock-to-Flow Ratio. Посмотрите, биткоин прямо сейчас идеально следует за траекторией этой модели. Я расскажу вам, что это значит для цены биткоина на краткосрочной перспективе и в долгосрочной. Цена биткоина снова протестировала эти два крайне важных уровня и оттолкнулась от них. Я расскажу вам, что это значит для главной криптовалюты. Также я покажу вам конкретно, согласно этой модели, когда мы достигнем не только старого исторического пика, но и отметки в 100 тысяч долларов. Эта модель покажет нам конкретный день, когда это случится. Как вы видите, биткоин прямо сейчас находится между поддержкой и сопротивлением. И вопрос, который мне задают сегодня, чем закончится это движение? Падением вниз или все-таки прорывом вверх, чтобы снова протестировать уровень в 12 тысяч долларов. И если вверх, то какая будет цель? Также мы поговорим об эфириуме, который просто идеально подтвердил закрепление выше 366 долларов. Уровни, о котором я предупреждал еще до его пробития. И которые являются глобальной линией поддержки и сопротивления для эфира. Я расскажу вам, какие условия должны быть соблюдены, чтобы эфириум достиг 600 долларов на краткосроке. Также я покажу вам очень важное обновление по чейнлинку для тех, кто его держит или кто собирается его покупать. Это очень важная информация. Так что, ребята, усаживайтесь поудобнее и не забудьте поставить лайк. Наши видео набирают по 3000 лайков и это просто невероятно круто. А мы начинаем. Это часовой график биткоина, посмотрите на это. Цена биткоина сейчас находится в этом флаге. Итак, продолжит ли биткоин падение вниз или вырвется вверх? Прежде всего, у нас есть две эти красные линии. О нижней мы уже не раз говорили. Она является важнейшей линией поддержки сейчас. А в прошлом она была и сопротивлением. Пробитие ниже нее означает медвежий, пессимистичный сценарий для биткоина. Если биткоин вырвется из флага вверх, я уверен, что цена снова пойдет тестировать 12 тысяч долларов и, скорее всего, пробьет его выше. В случае прорыва вниз мы снова отправимся на ретест 10,5 тысяч долларов и, скорее всего, на этот раз уже точно его пробьем. Но, опять же, я не рассматриваю даже такой сценарий чем-то уж совсем катастрофическим лично для меня. Какой же сценарий из этих двух наиболее вероятен? Прежде чем я поделюсь с вами, какой из этих двух сценариев я рассматриваю как самый вероятный, я хочу показать вам, почему эти две линии такие важные. Это нужно показать на недельных свечах, чтобы видно было масштаб картины. Во-первых, посмотрите на нижний уровень в 10,5 тысяч долларов. Как часто он выступал уровнем сопротивления? Начиная с августа прошлого года, октябрь 2019, февраль 2020, июнь 2020 и только в июле 2020 он был, наконец, пробит. Это означает, что уровень 10,5 тысяч долларов крайне важен для цены биткоина. В 336 дней он выступал как сопротивление. Теперь он должен действовать как поддержка. И это видно на дневном графике. Тени этих свечей отталкивались именно от этого уровня. Поэтому, если он не удержится как уровень поддержки в ближайшее время, инициативу на рынке возьмут продавцы. Однако, я не считаю, что это самый вероятный сценарий. Что касается верхней границы, почему уровень в 12 тысяч долларов такой важный, и почему об этом никто не говорит? Все говорят об уровнях 13 тысяч, 14 тысяч. И это тоже далеко не простые уровни, но 12 тысяч я считаю самой важной отметкой на данный момент. Давайте его сейчас рассмотрим, прежде чем перейти к эфириуму, чейнлинку, и прежде чем я покажу вам то, ради чего я начал снимать это видео. Поэтому не переключайтесь, в конце самое интересное. И это точно не то, что вы хотели бы пропустить. Посмотрите на это, все движение цены биткоина за последние 3 года происходило в этом диапазоне. И происходит. Но все происходящее ниже и выше этого диапазона было и остается совершенно неважным. 1092 дня мы находимся в этом огромном диапазоне, из которых всего 42 дня цена биткоина была выше 12 тысяч. Фактически всего 6 недель из почти 3 лет. До сих пор многие люди говорят, что мы находимся в медвежьем рынке, что цена биткоина все еще ниже 20 тысяч. А выше 12 тысяч за эти 3 года биткоин находился всего 1,5 месяца. А теперь посмотрите на индикатор VPVR. Выше 10,5 тысяч долларов сопротивление начинает уменьшаться. 12 тысяч это последнее сопротивление. И именно поэтому биткоин отскочил от него на целых 1500 долларов за 15 минут. Но что дальше? Посмотрите сюда. Выше 12 тысяч здесь ничего нет. Сопротивления просто не существует. Поэтому если цена биткоина пойдет на ретест 12 тысяч долларов и пробьет этот уровень, то скорее всего она удивит абсолютно всех. Особенно Питера Шифа и Памплиана. Это будет просто безумие. 13,5 тысяч будет только первой целью. На VPVR почти нет сопротивления. Я гарантирую, что вы, Питер Шиф и Антонио Памплиана будете сожалеть обо всем плохом, что говорили о биткоине все эти годы. Нам не нужны такие бумеры на блокчейне. Оставайтесь на своей территории. Пишет Пик Сайт в Твиттере. Я с ним абсолютно согласен. Теперь Эфириум. 31 июля я показывал вам, что уровень 366 долларов очень важен для Эфириума. Я сказал, что есть два сценария, которые этот уровень нам показывает. Если он не пробивается, Эфир ждет жесткий откат. Но если цена Эфириума пробивает его, потом тестирует на прочности, он становится поддержкой, то Эфир ждет хороший выстрел вверх. Сначала я напомню, почему этот уровень так важен. Уровень 366 долларов для Эфира, как 10,5 тысяч для биткоина. Это долгосрочный уровень сопротивления и поддержки. Здесь он выступал с сопротивлением, потом превратился в поддержку. И так на протяжении трех лет. И теперь смотрите, цена Эфира пробила его, протестировала один раз. Свеча закрылась выше и протестировала второй раз. И теперь цена снова начала расти. Какие же условия для продолжения роста? Я напомню, что впереди нас ждут еще чейнлинки, то самое, что я обещал показать вам в начале видео. Поэтому не переключайтесь, впереди самое интересное. После просмотра этого у вас будет некоторый инсайт о том, что будет происходить с биткоином на протяжении следующих 12-18 месяцев. Но вернемся к Эфиру. Я уверен, что для продолжения роста Эфиру нужно закрыться и подтвердить еще раз это закрытие выше 415 долларов. Сейчас я нахожусь в позиции. Я докупил немного Эфиров на уровне 371 доллар. Я даже покажу вам транзакции из блокчейна, но затру лишнюю информацию. Кстати, покупал я с помощью своего же P2P обменника на exchange sumo.com вне биржи. Ссылка будет в описании. И, наконец, чейнлинк против биткоина. Мы все ближе к самой главной теме этого видео, ради чего я и сделал этот внеочередной выпуск. Абсолютная фантастика на графике чейнлинка. Как вы видите, когда цена линка пробила эту параболу, она сразу же полетела вниз. И вопрос, стоит ли покупать прямо сейчас? Я заметил очень невероятную ситуацию. Если мы растянем сетку Fibonacci, то увидим, что чейнлинк после падения цены идеально нащупал поддержку прямо в золотом кармане. Я уже рассказывал, что это такое. После этого цена развернулась. Но какая у нее дальнейшая цель? Снова нарисуем сетку Fibonacci, но теперь сверху вниз. Для определения дына мы использовали золотой карман. Здесь же нам поможет золотое сечение по Fibonacci. Это уровень отката 1.618. Вот эта цель, что около 130 тысяч сатоши. Поэтому, если чейнлинк продолжит рост, то это будет его следующая цель. И, наконец, я хочу показать вам то, ради чего я и делаю этот ролик. Биткоин вот-вот сделает что-то сумасшедшее прямо сейчас. Вы все знаете такого парня, как ПланБ в Твиттере, который и разработал модель соотношения потока к запасу биткоина. Многие смеялись над ним, потому что он говорил об этих четырехлетних циклах биткоина. А биткоин при этом долго торговался в боковике. Что ж, вот это движение вверх модель ПланБ предсказала идеально. Сейчас он где-то на море отдыхает, поэтому поработаем вместо него. На самом деле, посмотрите на это. Цена биткоина практически идеально следует за траекторией движения графика модели Stock-to-Flow Ratio. Она немного начала проваливаться ниже, но начинает цепляться обратно, как и всегда было до этого. Видите синие точки, которые обозначают цену биткоина? Они возвращаются к линии модели. Остается только один вопрос, а что это значит для биткоина? Какие ценовые цели не только на краткосроке, но и для следующих 12-18 месяцев? Сейчас я конкретно это вам и покажу. Вы можете заметить, что в каждом цикле биткоин делает похожие вещи. После халвинга мы идем в боковик, а затем в параболический рост. Кстати, почему-то в последнее время у этой модели, как и у ее создателя ПланБ, мало хейтеров. Раньше их было очень много, почему-то затихли. Видимо, удивлены тому, что цена биткоина реально следует этой модели. Вот и здесь, в 2016-м после халвинга цена биткоина ушла в боковик, а затем в невероятный параболический рост. И сейчас происходит все то же самое. После третьего халвинга в этом году цена биткоина ушла в боковик, и теперь снова появляется синий график. Каждый раз в прошлом синий цвет появлялся незадолго до начала параболических ростов. Здесь и здесь тоже. И сейчас синий график появился и начинает расти вверх, следуя траектории модели. Как же красиво это выглядит. Если биткоин будет идеально следовать этой траектории дальше, что по моему мнению звучит крайне фантастически, но очень красиво, то он достигнет старого исторического пика уже в октябре этого года. Это даже трудно себе представить. А 100 тысяч долларов будет 9 мая 2020, прямо в День Победы. Вы можете в это поверить? Напишите в комментариях. А на этом все. Меня зовут Богатейший Ди, это был внеплановый выпуск. Надеюсь увидеть вас вечером, если я смогу сделать видео по графику сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok